В Алтайском государственном техническом университете проводятся занятия по изучению нового завета по толкованию вложенного фифилакта полгарского, составителем которого вы являетесь. А до вас кто-нибудь издавал подобное толкование? Каким образом вы узнали о толковании от кого? Почему вы решили издать толкование с комментариями? Если можно, подробнее, пожалуйста, отвечает Игнатий Тихонович Кладкин. Я на этот вопрос уже отвечал кратко в шестом томе «Открытым оком». Вопрос 1501. С детства знал, что есть Бог и будет страшный суд. Слова Божия у нас в семье не было, не считая псалфирь на церковнославянском с толстыми корками и застежками царобряческого издания. Уверовал по Евангелию во Христа и в его жертву Голгофскую 27 сентября 1962 года в 17 часов сразу же столкнулся в Латвии в городе Венспилсе со многими сектами. Почему? У всех одна Библия, а все друг против друга. Разно толкование у всех. А где же истина? Путем рассуждения и сравнения виденного нашел, что такое толкование должно быть в церкви, когда она была еще одна, то есть до разделения на восточную и западную, без разных сект. Корабль наш остановился в Клайпиде, Литва, и там я нашел собрание староверов поморского согласия у их хозяина и был впервые мною замечен Феофилак. Начав его читать, я тоже понял, что это великое сокровище, которое я уже ищу, даже не зная его по имени, но не успел законспектировать даже четырех евангелистов, как расстался с ним. И потом искал уже целенаправленно эту книгу. Она была в двух томах на русском языке, но сам текст Нового Завета был на церковно-славянском, без указания стихов бледным шрифтом. Трудно найти сходу то место, какое он толкует, так как там разбивка текста Библии была не по стихам и не по перекопам аммония. В городе Новосибирске не по стихам и по перекопам аммония. В городе Новосибирске уже у старообрядцев белоклюницкого согласия выпросил эти книги и законспектировал полностью. И заучил все толкования, перепечатав на пишущей машинке свой конспект. И потом десятки лет вел на дому занятия всегда только по этим конспектам. Это мне очень помогло в беседе с серетиками. После достал заграничное издание, но и оно было под стать дореволюционному бледное. Места из Библии не выделены. Четко и искать нужно быстро, также неудобно. Блаженный Ферфилак заканчивает посланием апостола Павла к евреям. А в Новом Завете есть еще откровение, которое Ферфилак не задел. Я же хотел издать весь Новый Завет, к чему меня побудил отец Напанаил Судников. Спаси его, Господи! Если бы не он, то это издание могло и не появиться так быстро. Я произвел полную перекомпоновку текста, чтобы все сходилось по те отрывки толкований, какие даны не для глав и стихов. Толкование Ферфилакта – места об авторитете Библии и необходимости проповедей выделил более крупным шрифтом. Каждый отрывок начинается с указания книги, главы и стиха, которые делены друг от друга двоеточием, что наилучшим образом показывает, где глава, а где стих. Мне очень хотелось оживить сухой текст Ферфилакта, приблизить его к нашим бедам, и чтобы от этого чтения была максимальная польза всем. Комментарий на Ферфилакта, думаю, никто не давал со дня появления толкования, то есть 900 лет. И думаю, что никто не издавал весь Новый Завет толкования, включая откровение Иоанна Богослова со дня появления Нового Завета, то есть 2000 лет. Были добавлены мысли о достоверности Евангелия профессора В.Ф. Марцинковского. Получилось три книги, ровно 752 страницы. Выставлены 104 гравиру Густава Дарея, иллюстрирующие всю Библию. Надписи под картинами, взятые из Библии. Я не изменил ни одной строчки или мысли в его трудах и ничего не добавил. И дал комментарии всего на 297 мест его толкования. И выделил, то есть подчеркнул еще 117 мест, чтобы читающие. И на эти места обратили внимание. Итого с 414 мыслей Ферфилакта я выделил заострил на них внимание и усилил их комментариями, трудами святых отцов православия. Все. Более я ничего не сделал. И все это о проповеди, о ее крайней необходимости. То есть я не только не постигнул на его труд, а напротив, возвысил его, чтобы его труд заговорил, а не просто стоял на православных полочках в библиотеках. Это моя любовь к нему и жажда живых слов, жажда оживления людей через эти его слова. Тираж был всего тысяча экземпляров. И как пришлось в этом году выпустить второе, издание к истинному православию уже в 3000 экземпляров. Так похоже будет и с этим трехтомником. Но у меня есть желание издать эти же репродукции, гравюр Даре, но только предварительно их раскрасить умело и со вкусом. Издавал ли кто с комментариями толкования блаженного Фефилакта? Про такое никогда и ни от кого не слыхал. Думаю, это мое дерзновение не случайно называют дерзостью в этом деле, если кто имеет даже самое последнее патриаршее издание Фефилакта 2001 года. И пусть сравнит с моим изданием. То он не может же не понять, насколько удобнее пользоваться моим и интереснее. И живее станет изучение его. Книги все в твердом переплете с закладками на белой бумаге, а картины на мелованной бумаге. Цена подобной книги в магазине около 470 рублей за том. А у нас все три тома за 450 рублей. Книги продаются с огромным ущербом в финансовом отношении для нас. И это дается с учетом бедности населения и любви к Фефилакту. По нему я веду занятия только в этом университете уже, вот уже 17-й год. А до этого в Алтайском государственном университете, в аграрном, педагогическом и других заведениях. Второзаконие 28.15. Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия синие и постигнут тебя. Второй Петра 1.15. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. В гулатной сабле острый клинок заброшен был в железный хлам. С ним вместе вынесен на рынок, и мужику за даром продан сам. У мужика затеи невелики, он отыскал сачат гулат и проб. Мужик мой насадил на клинок черенок и стал гулатом драть лесу на лапте выки. А дома запросто лучину им щипать, то ветвью плетня, то сучи обрубать или обтесывать тычины к огороду. Но так, что не прошло и году, как мой гулат в зубцах и в шавчине кругом. Дети ездят уж на нем верхом, вот ешь в избе под лавкой лежа, куда и клинок брошен был. А однажды так Булату говорил. Скажи, на что вся жизнь твоя похожа? И если про Булата так много громкого не ложно говорят, не стыдно ли тебе щипать лучину или обтесывать тычину и, наконец, игрушкой быть? Ребят, в руках бы воина врагам я был ужасен, Булата ответствует. А здесь мой дар напрасен. Так низким лишь трудом я занят здесь в дому, но разве я свободен? Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому, кто не умел понять, к чему я годен. Иван Андреевич Крылов 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 Крылов